США увеличат количество принимаемых беженцев. В следующем финансовом году планируют принять 85 тысяч мигрантов, а в 2017 увеличить их число до 100 тысяч. Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри по итогной встрече с главой Бенгермании Франком Вайтером Штаймайером. В нынешнем году штаты уже приняли 70 тысяч мигрантов. По словам Керри, он был бы рад объявить еще большие цифры, но в США не хватает персонала, который проверял бы безопасность. Учитывая сирийский Керри отметил, США хотят решить эту проблему в корне, но по словам политика, сделать это можно только политическим путем. В Греции прошли досрочные парламентские выборы. Уже обработан 61% бюллетеней. Пока победу одерживает партия Сириза. У нее 35,5% голосов избирателей. Лидер левых Алексис Ципрос заявил, его партия сформирует правящую коалицию с правыми из партии независимой греки, у которых пока 3,5%. Ранее эти две партии уже были участниками коалиции, просуществовавшей до августа. Отметим, что основной соперник Сиризы, партия «Новая демократия», пока получает 28,5% голосов и уже заявила о признании поражения. Выборы на Донбассе должны проходить по украинским законам. Об этом еще раз напомнил президент Украины Петр Порошенко. Он также прокомментировал появление плана по проведению выборов на Донбассе координатора рабочей группы по политическим вопросам трехсторонней рабочей группы Пьера Мореля. Согласно нему, в Минске Украина обсуждают специальный закон, предполагающий выборы под эгидой Киева. Но, по мнению главы государства, это личное мнение Пьера Мореля. Впевненный в том, что украинская сторона абсолютно четко и последовательно проводит позицию щодо имплементации Минских угод. Функция ОБСЕ – это вопрос модератора. Это вопрос очень важных обговорений любых предложений. Но выборы будут проводиться по украинскому законодательству. И, если нужно что-то внести, будь-якие изменения, это должна пройти процедура обговорений, должна пройти процедура украинского парламента. Теперь, повертащись до вашей пропозиции, до вашего вопроса, что до возможных загроз выборов 18 числа. Я еще раз наголошу, мы за выборы по украинскому законодательству, соответственно, Минску. Виборы 18 числа – это точный аналог выборов выборов 2-го листопада минулого года, которые сруйнували Минский процесс и за которым последовали, на жаль, численные жертвы, эскалация конфликта и, фактически, руйнация Минских договоренностей. Уже сутки на административной границе с аннексированным Крымом проходит бессрочная акция «Гражданская блокада Крыма». Главная цель – препятствовать движению фур с грузами с материковой Украины на полуостров. Основной организатор акции – Меджилис Крымско-Татарского народа. С полудня 20 сентября участники не пускают грузовой транспорт на пропускных пунктах Чанкар, Чаплинка, Каланчак. При этом движение легковых автомобилей и пассажирского транспорта проходит без препятствий.